здравствуйте уважаемые слушатели и гости канала эзотерика для тебя друзья сегодня мы с вами поговорим об одном из православных праздников это веры надежды и любови которые мы все православные христиане будем отмечать 30 сентября каждый из нас кто над этот праздник то мы будем вспоминать великомученец сестер веру надежду и любовь и их мать софию этот достаточно важный христиан день еще называют бабьями или женскими именинами хотя и день этот сложно назвать праздником как ведь как мы знаем из истории это достаточно трагическая дата и все же в эту дату принято собираться в кругу семьи обмениваться хорошими новостями одаривать подарками именинниц и угощать вкусными блюдами детей друзья предлагаем узнать более подробно одни веры надежды и любови какие традиции сопровождают этот день что можно и чего нельзя делать в этот праздник скажем сразу что многие традиции несколько напоминают языческие что немного противоречит сути самой памятной даты и все же такие обряды существовали и им придавалось особое значение кроме того существовали народные приметы погоды по определенным признакам выясняли какой будет зима весна и продлится ли еще теплая осень и так друзья 30 сентября это именины веры любови надежды и софьи в день почитания сестер свои именины отмечают все девочки девушки и женщины по имени вера любовь надежда и софия их принято поздравлять с днем их ангела посвящать им стихи и дарить подарки также преподносят иконы ладонки и разные сладости свою очередь именинницы угощают родственников и друзей пирогами которые сами же испекли именинницы также посещают церковь молятся у иконы трёх великомучениц просят о здоровье любви а крепкой вере и о благополучии отметим что свои именины отмечают не один а целых три дня в эти дни женщины прославляет женское счастье семейное благополучие и веру они приглашают в гости своих родственников и друзей совершают благие поступки кроме того считается дитя которое родилось в день памяти этих мучениц будет невероятно мудрым справедливым будет хорошей хозяйкой великолепной матерью и женой давайте теперь поговорим о традициях и обычаях этого праздника одной из главных традиций женщин считалось традиция громко поплакать утром считалось что плач отгонят от дома и семьи все невзгоды беды болезни и горести плакали для того чтобы немного пожалеть себя если говорить современным языком выпустить пар но если поводов для плача не было то плакали о жизни близких людей друзей соседей даже была поговорка такая кто слезы утром рано проливает от всю семью от горести оберегает в этот день также вспоминали что надеяться нужно только на добро но и быть готовым к худу плач является своеобразным символом страданий софи по своим деткам со слезами выход все беды переживания и успокаиваются нервы когда плач прекращался молодые люди устраивали так называемые деревенские святцы на них было принято присматриваться каско второй половинки замужним же женщинам положено было идти в церковь с тремя свечами две свечки ставили пред иконы иисуса христа третью свечу нужно было в полночь вставить в каравай и прочитать слова о спокойствии целых 40 раз на утро кусочки каравая раздавали всем членам семьи считалось что этот каравай могут попробовать только члены семьи и никто другой посторонний и для их съедали или отдавали домашним животным такой обряд должен принести был семейный дом спокойствие тепло уют должны были уйти все раздоры проблемы и болезни принято также в церкви обращаться к иконе трех мучениц просить у них сил для укрепления веры здоровья благополучия и любви великомученицы софии просят здоровья для больного ребенка молятся также об избавлении от женских заболеваний просят о зачатии ребенка молятся также о тяжелых утратах целом этот день принято проводить в кругу самых близких людей обмениваться хорошими новостями играть с детками угощать их разными сладостями детям уделяется повышенное внимание особенно девочкам друзья теперь мы поговорим о приметах на праздник если на этот есть на этот день и народные погодные именно приметы например если вы заметили что журавли уже отправились в долгий полет то на покров можно же можно ожидать морозы зима будет очень холодной если ёж строит свое логово посередине леса наблюдали и за белка если она линяло именно снизу вверх тоже не холодной и даже суровой зимы если у белки наблюдалось голубая шуба то будет ранняя весна обычно на веру надежду и любовь достаточно холодно погода как бы говорит о скором приближении зимы даже могут пройти первые заморозки а вот если в этот день моросить дождь то весна будет ранее и не очень холодная если в этот день еще и гром прогремит то осень продлится долго будет теплой и безветренной считала что 30 сентября собирают последний урожай именно яблочек друзья теперь мы поговорим о том что же нельзя делать в этот день были и строго были друзья и свои запреты на этот день например плохим знаком считалось 30 сентября проводить венчание праздновать свадьбы и даже помолвки допускались лишь так называемые связцы или вечерины во время которых молодые люди присматривались друг к другу женщины в этот день освобождаются от любой работы поле дома или в огороде запрещалось совершать даже самую мелкую казалось бы безобидную работу главная задача женщины на этот день это хорошенько поплакать плач должен быть громким чтобы на неверняка отпугнуть зло от дома вот друзья вот такой праздник веры надежды и любови мы будем вместе с вами отмечать не на 30 сентября ну а если у вас есть друзья знакомые подруги с именем веры надежды и любови обязательно поздравьте и обязательно что-то подарить и пусть это будет какая-то мелочь пусть это будет шоколадка например или какой-то парфюм на например или что-то может ваша подруга знакомая или сестра или мама желала подарить и сделайте приятно помните сколько вы отдаете столько вы и получаете даже в этом можно получить какую-то свою маленькую выгоду друзья напишите в комментариях а кто у вас с именем веры надежды и любовь давайте мы посмотрим сколько у нас много людей с этим именем и мы надеемся что 30 сентября вы отметите этот прекрасный праздник в руку семьи со своими самыми любимыми и дорогими людьми но сами как все друзья был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь наш канал ставьте лайк если вам понравилось это видео смотрите другие видео на канале но мы друзья прощаемся и уже услышимся в следующем видео пока пока